Я приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры. Благодарность Господу, что у нас есть возможность быть опять в Доме Его, иметь это общение. Сегодня особенный день, 26 января 2020 год. И чем он особенный? Это то, что этот день уже не повторится никогда в нашей жизни. Если мы задумались так, это единственный раз в жизни такое число, так совпались, что вот вы сидите рядом с вами, друг, брат, сестра, родственник. Такого же не будет. Насколько мы должны ценить каждый момент, который Господь дает, чтобы воздавать Ему славу. Какое-то время назад мне брат с нашей церкви, он прислал смс-сообщение, будет присылать стихи золотые из Библии. И этот стих, о котором я размышлял, и хотелось вот говорить как бы об этой теме, 1 Иоанна 1,7. Там написаны такие слова. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если ходим во свете, то имеем общение друг с другом». Хотелось вот сделать ударение на «имеем общение друг с другом». Когда мы собираемся вот вместе на служение, на молитвенное общение, спевка, юбилей, братское сегодня было. Имеем общение друг с другом. Нас Бог наделил даром разговаривать, чтобы мы общались, чтобы мы были социальные. Нас Господь отделил творение Своей людей от животных тем, что мы нуждаемся в общении. Дети с родителями, родители с детьми, мужья с женами, жены с мужьями, когда мы можем разговаривать друг с другом. Но знаете, в этом есть опасность в нашем разговоре, чтобы не согрешать. Потому что из приблизительно 120 грехов, которые описаны в Библии, вот говорят, почитали где-то всего 120, вот один из тех, которых слово называют большим, ну как большим, тяжелый, который преодолеть, как вот Иаков пишет, «Ибо все мы много согрешаем» Иакова 3.2. «Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могучий обуздать все свое тело». Наш разговор. Один из этих грехов. Хотелось бы поговорить именно об этом. Наши слова. Иисус Христос, когда был здесь на этой земле с Своими учениками, Он говорил им. Матфея 12 глава, 36-37 стих. Это слова нашего Господа. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Я с детства слышал этот стих, и всегда, когда его слышал, почему-то думал о том, что это стих о том, чтобы мы меньше разговаривали. Знаете, такое есть, как молчание золота. Меньше разговаривали. Ну, что ты болтаешь. А когда задумаешься в эти слова, что здесь называют именно, что такое есть праздное слово, друзья, первая часть этого стиха, что за всякое праздное слово человек даст отчет в день суда. Что такое праздное слово? Это слово, которое впустую сказано, которое не по теме, которое не предназначено, которое... Люди разговаривают, ну, у тебя нет греха, что ты общаешься, объясняешь что-то человеку назад. Кто-то из нас более молчаливые, кто-то из нас больше разговорчивые. Но праздное слово – это слово без значения, никуда, не по теме. Вот раз и сказал эту фразу, или сказал вот это другое, или сказал что-то, что не имеет никакого значения. It doesn't make sense. Empty words. В никуда. И вторая часть этого стиха написана, ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Значит, ты что-то должен говорить, от чего ты можешь оправдаться, и что-то ты можешь наговорить, от чего ты осудишься. Когда мы приходим в Дом Божий или на какие-то общения, правильно, мы все меньше разговариваем, больше слушаем, нам не хочется показаться, может быть, в каких-то... более где люди вокруг нас, глупым. Бывает, ты выскажешься, что ты думаешь, лучше бы вообще этого не говорил, чтобы подумали не так. Ну, какова наша жизнь вне Дома Божьего, вне Церкви? Как общение мы имеем дома? Вот если взять и перенестись домой, слова, которые выходят из уст наших, между супругами, между детьми и родителями, между друг с другом. Слова, которыми оправдаешься или от которых осудишься. Есть моменты в жизни, когда ты должен что-то сказать. Когда промолчать для тебя неправильно. Все вопиет, что ты должен сказать. Когда воспитываем мы наших детей, особенно сейчас, в век информации, в век интернета, они все больше и больше знают, и им так кажется. И как много приходится говорить, объяснять, учить, сынок, дочка, вот это правильно, вот это неправильно. Слово Божие на это называют грехом. Это приведет к тебе плохим последствиям. Ты должен говорить. Не можешь молчать. Я встречался с одним отцом, он говорит, меньше знаешь, лучше спиться. Это член церкви, у которого дети. Как меньше знаешь, лучше спиться. You have to know, get involved, знать, что происходит, чтобы иметь общение с детьми, не потерять контакт. Второе, смотрите, мы очень часто есть возможность провозглашать что-то, вот просто живя здесь. У многих, я знаю, есть свои бизнеса, есть такое, где мы можем свидетельствовать людям своим поведением, да, но бывает такое, заходишь в бизнес какой-то, и там радио играет, вот христианское радио играет, и тебе приятно, думаешь, ну, слава Богу, человек провозглашает что-то через радио, в этом, или у вас заходишь в магазин, экран стоит, телевизор, и что там показывает, что, как мы себя представляем людям, что мы говорим людям о себе, если ты едешь сзади машины, и у него значок «рыбка», или, например, «крестик», или там «3.16» написано, и ты уже получил слово какое-то от этого человека, но мы часто это не делаем, зная, что это за собой влекут какие-то последствия. Например, если я поставлю себе значок «первый христиан», «рыбку» сзади, и я водитель, провожу 10 часов за рулем каждый день, и я буду ехать, как попало, то я плохой пример покажу, скажу, ну, что этот христианин, а едет, как попало. Понимаете, если ты ставишь, например, в магазине у себя христианскую передачу, люди заходят, они смотрят общение, ты провозглашаешь, то тебе надо, чтобы ты так и вел себя, в каких-то случаях что-то, жизнь наша провозглашает это. И вот эти маленькие вещи, в которых мы должны были, должны проговаривать нашу истину, наше убеждение, буквально до Нового года случился такой случай, когда была вечерняя выгрузка, очень тяжелый день, и когда около 11 часов вечера я приехал на выгрузку, получилось так, что груз, который я вез, я рассказывал детям, это своим, на воскресной школе, два палета, полных тары, они рассыпались, и это не были просто бутылки или там что-то, коробки, это были открытки, такой материал, то есть две тонны рассыпались на пол трейлера, и уже хочется домой было людям идти, и надо было это все собирать. И получилось так, что когда мы зашли в этот трейлер, со мной работало два черных мужчины, они были возраста 45-50 лет, они очень были недовольны, что это случилось. И я когда помогал им, мы работали вместе, у них просто шла ругань, это просто уже невозможно было слушать, просто как вот наши русские говорят, мат-перемат, и это они собирают, мы понимаем, что это очень долго возьмет, мы будем собирать очень долго, они ругаются, и прошло минута, две, три, и я уже не вытерпел, и уже остановился, и я не знаю откуда, взялось такое дерзновение, и сказал, and the Bible says, и Библия говорит, и эти черные как будто перепугались вдвоем, что же он скажет, я говорю, за каждое праздное слово, которое, for every word that man says, you give account in front of God, ты дашь отчет перед Богом, они просто вытрачили глаза, это тесное пространство, где мы стоим смотрим, один на меня смотрит, говорит, amen brother, аминь, ну что ж ты, получается, мы как бы понимаем друг друга, и после этого поменялся диалог, вот этого всего вечера, когда мы дальше собирали, работали вместе, не шла эта ругань уже от человека, он уже не говорил, и я знаю, когда мы многие работаем вместе, работали и на строительных работах, и когда работаем с людьми, которые из этого мира, как часто мы можем постоять и сказать, брат, сестра, ты за эти слова дашь отчет перед Богом, что ж ты ругаешься, что же из твоих уст выходит вот эта грязь, в школе дети, когда вы учитесь, подростки, ваши друзья, они первое дело, что хотят научиться, это как ругаться по-русски, мы когда приехали сюда, в Америку, и начинали у нас быть друзья американские, первые какие-то, им не надо, как узнать, спасибо, или пожалуйста, или какие-то хорошие слова, не хотят узнать, как ругаться, как говорить гниль, плохие слова, у вас есть возможность в этом засвидетельствовать, сказать, слушай, за такие слова ты дашь отчет, и ты, говоря этим, оправдывая, уменьши оправдание, ты вовремя сказал, ты не промолчал, есть многие моменты, именно лично наши, когда ты можешь засвидетельствовать, вот бывает одному человеку, даже не придет такое, но Бог открывается как-то, многие продают, бывает, что-то через интернет, я знаю, есть люди продают машины, потому что я вижу эти машины, я люблю продавать, покупать, много часто, я вижу их в объявлении, и очень много людей, которые говорят, скемс, которые скемщики, обманщики, ты не успеваешь выставить объявление, и тебе пишут сообщения, чтобы получить твои деньги, и ничего тебе назад не дать, один раз я задумался, и думаю, если этот человек сам мне не пишет, давай я ему засвидетельствую назад, и когда я выставил продавать машину, и пошли эти сообщения, скемм, я решил, я тебе отвечу назад, я сказал, дорогой друг, то, что ты делаешь сейчас, назад, I'm texting him, I'm like, whatever you're doing is a sin, это грех, тебе нужно покаяться в своих делах, ты обманываешь людей, если ты так не сделаешь, то участь, ад таких людей, и ты в этот момент свидетельствуешь людям о Боге, он пытается тебя надурить, но ты ему говоришь назад правду, знаете, что интересно, я никогда не получал больше сообщения назад, обычно, когда ты пишешь, отвечаешь на скемм, текст месседж, на скемм, имейл, они просто засыпают тебя сообщениями, они хотят узнать, где твой, какой у тебя социал секьюрити номер, или что-то другое, засвидетельствовать этому человеку, сказать в нужное время, не промолчать. Другой момент, когда мы говорим, и говорим нехорошо, к стыду нашему, бывают, вылетают слова, выражения, фразы, которые мы даже не замечаем, что они плохие, пока мы не вдумаемся в них, и это часть стиха, которая написана, и от слов своих осудишься. Знаете, сам Иисус Христос раньше, получается, в пятой главе Матфея, в Нагорной проповеди, Он обращает внимание, несколько нюансов таких, смотрите, пятая глава, 22 стих, то есть Христос выше, в 21 стихе Он говорит, вы слышали, что сказано древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду, а я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего, напрасно, подлежит суду, говорит, кто же скажет, проговорит брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, фул, just a fool, безумный, ну, казалось бы, ну, и не такое плохое слово, из тех, которые мы часто слышим вокруг нас, подлежит гиене огненной, просто скажет глупый кому-то, когда начинаешь задумываться, это слова из уст нашего Господа Иисуса Христа, ты скажешь, как глупец, понадлежишь гиене огненной, насколько важно следить, насколько Бог обращает внимание на тонкости, да, это не слэнь, может быть, это не swear words, да, это просто fool, you're fool, он говорит, не имеешь ты такое право говорить, что такое рака, это в принципе то же самое, я когда смотрел значение этого слова, глупец, безумный, Киевисянам апостол Павел пишет в 4 главе 29 стих написано «Никакое гнилое слово да не сходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». И дальше, смотрите, вместе идет «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Как наши слова идут вот в ногу, в ногу, говорить «никакое гнилое слово да не исходит из вас, из уст ваших». И не оскорбляйте Святого Духа этими же словами, Дух Святой, который живет в нас, когда выходит из нас то, что мы часто даже не замечаем, что это плохое, оскорбляем Духа Святого. Христос обратил внимание на это. Дальше, смотрите, в этой же главе, в пятой главе, дальше в Нагорной проповеди другой нюанс, когда Иисус Христос говорит «будут ваши слова да-да» и «нет-нет». Что подразумевается под этим? Четкость, точный ответ, неувиливание от истины. Понимаете, это когда человек, вот Христос был с рыбаками, он общался, рыбаки были у него, ученики часто. Вот рыбака спросишь, а где клюет? А, ну знаешь, вот там, вот за той корягой в камышах, и как бы место, чтобы не выдать. Ушел от ответа. А где ты машину эту купил по такой хорошей цене? А, ну там, переедешь за Харисбургом, где-то уйти от ответа. Мы часто ускальзываем. Мы не имеем четкого ответа «да-да» и «нет-нет». До этого Христос говорит «не клянитесь, не обещайте ничего». Особенно, когда связано с финансами, с работой, с бизнесом. Да ты промолчи, зачем ты говоришь ему, где у тебя новая работа? Ну, поработай сам там. Он тебя мудро ответь ему, чтобы он не знал, где можно так же удачно поработать. Христос говорит «будьте искренны друг с другом». Будет у вас «да-да». И «нет-нет, не уходите от ответа». Я пошутил. Знаете, бывает такое, проговорил, обещание говорит «не давайте, не клянитесь». Как часто ловишь себя на той мысли, когда детям пообещаешь что-то. Ребята, ну, даже не пообещаешь, но как-то намекнешь. Вот придет суббота, мы, может быть, если все хорошо, вместе на коньки съездим, да? Или что-то раз и не получилось. То есть, папа, а вы же как бы обещали. Но я и не обещал, и в то же время разговор был какой-то. Насколько чувствительны дети наши. Когда что-то проговорим, я пошутил. Это шутка была. Я вспоминаю, когда дочь была маленькая, и что-то такое у нас произошло, она мне говорит «папа, вы меня не обшутите». То есть, уже это было в привычку, и настолько ты поймал себя, что ты не должен говорить так. Ты отвечай слова, которые ты дал ближним своим, своим детям, близким. Пусть будет у вас «да-да» и «нет-нет». Яков пишет, «Ибо все мы многое согрешаем, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могучий, обрустать все свое тело». Друзья, некоторые слова, которые, может быть, мы даже не обращаем наше внимание, они просто пролетают мимо. Если задуматься о них, часто имеют плохое значение. Бывает от людей, слышишь слово «меня бесит». Что такое «меня бесит»? Ты признаешь власть нечистых духов как бы в своей жизни, они имеют какой-то контроль над тобой. Бывает, слова бывают такие, вылетают на кого-то, балбес. Бал, по-гречески семь, семь бесов. Как это может вылетать на кого-то, кого ты знаешь, кто-то близкий к тебе? Такие слова, как «с ума сойти можно». Провозгласаешь сам потерю своего разума. Что-то очень круто получилось, классно, сойти с ума. Наговаривай сам лишение разума. Такие слова, как «я в шоке». Состояние шока человеческого, когда сбивается ритм сердца, когда у тебя сбивается дыхание, кровообращение, когда тебя трусит, состояние «гилти». Бывает, не задумываясь, ты провозглашаешь это. Я поражен. Признавание поражения в своей личной жизни. Я поражен. Это так было, кто такой рассказал. Не задумываясь, что это слово за собой влечет. Такие слова, как «кошмар». Злой дух, домовой, который душит людей во время сна. Просто слово «кошмар». Как часто вылетают вот эти слова праздные в никуда, за всякое праздное счет. Слова «ничего себе». У меня только такие слова бывают, или у вас тоже бывают? Люди, слушаешь, «ничего себе». Сам говоришь, что тебе ничего не надо, ничего себе не надо. У меня был один друг по молодости, он говорил наоборот, «ни себе чего». Слова – это то, что вылетает из нас. Для чего нас Господь создал социальными? Для чего нам Господь дал уста? Чтобы мы следили. Псалмопевец Давид пишет, «Положи, Господи, охрану уста моим». Знаете, когда мы слушаем это слово, можно хорошо на кого-то сослаться. Муж на жену, жена на мужа, или дитям своим сказать это, или ближним. Вот ты болтаешь, вот послушай, для тебя было сказано. Псалмопевец говорит, «Положи, Господи, ограду устам моим». Чтобы, когда мы слышим это слово, принимать это для себя. «Боже мой, очищай мой рот, очищай мои уста, мои фразы, мои высказывания». Я даже не задумываюсь, бывает, я даже не знаю эту фразу, но я ее говорю. Убери это от меня. Когда начинаешь следить за собой очищение, Господь нам дал уста, чтобы мы благословляли Бога, чтобы мы провозглашали истину, славили Творца, чтобы мы имели общение с друг с другом. Если же ходим во свете, подобно, как он во свете, то имеем общение с друг с другом. Хочется беседовать, хочется общаться, собраться на молитвенное, на день рождения, собраться на завтрак где-то с друзьями. В этом ничего нет плохого, если все направлено в правильный путь, если нету праздных слов. В никуда. Друзья, не будем скупы на хорошие слова. Говорите друг другу спасибо. Говорите друг другу, пожалуйста. Говорите друг другу, я тебя люблю. Особенно отцы. Бывает так тяжело это детям своим говорить. Мамке, вроде бы у них это натурально, нам сказать, дочь, я тебя люблю. Сын, я тебя люблю. Нам для этого Господь нас создал, так, чтобы мы разговаривали. Да поможет нам Господь в этом. Помолимся Ему. Аминь. Продолжение следует... Продолжение следует...